всем приветик сегодня хочу провести обзор своих эпипремнумов они же стендапсус и вот такой красавец у меня стендапсус экзотика пиктус еще называют его я его на днях пересадила в новый грунт и теперь этот красавец будет расти еще краше думаю хотя куда краше он и так симпатюлечка листочки у него очень крупные самый крупный лист достигает 16 сантиметров в длину все эпипремнум у меня либо висят на вот таких крючочках подвесных на юго-восточных окнах квартире либо стоят под подсветкой но в основном все на окнах это сейчас я съемку провожу на балконе сегодня решила потому что на балконе видно очень хорошо идеально каждая черточка каждый кружочек каждый квадратик все про просматривается на видео солнышко как раз у нас выглянуло сейчас и будет замечательный обзор я думаю следующий эпипремнум это самый обычный золотистый но он крупнолистные у меня посмотрите какой нарядный сейчас я его пересадила совсем недавно может быть около месяца назад и он растит еще наряднее и ярче листья вот такие прям желтизной камера абсолютно не передает насколько они крупные мне кажется они наверное сантиметров по 15 нет не все но некоторые достигают 15 сантиметров самые крупные очень красивый эпипремнум чем больше света ему дадите своему эпипремнуму золотистому тем он будет радовать вас яркими больше листочками красоту нчик следующий красавец практически из этой же серии но это скорее всего не золотистой здесь листья еще крупнее тоже видео не передает вообще мне интересно сейчас я по мере у меня есть линейка здесь померила очень неудобно мне вам с одной рукой показывать линейку поверьте мне на слово 15 сантиметров листочки а у предыдущего тоже померил 13 вот такой крупнолистный этот эпипремнум я привозила в прошлом году из краснодара я его взяла потому что он мне понравился своим именно размером что у него такие крупнющие листочки так то я знала что у меня дома практически два таких же эпипремнуму но у меня листья на моих сортах помельче этот красавец покорил мое сердце и не передает оттенок камеры листочки у него поярче как-то в живую чем на камере здесь наверно солнце отсвечивает поэтому но смотрится красиво на солнышке вот немного фокус другой здесь уже красивее смотрится красивее следующий красавец эпипремнум тайский у него желтизны поменьше потому что он у меня не над окном висит он у меня получается на стене на кухне метра наверное два с лишним около трех может даже нет три нету наверное два с лишним до вот окна получается поэтому он такой не особо яркий и не особо крупный если ему предоставить хорошее освещение то у него обязательно тоже листочки будут крупные потому что я покупала его от крупного растения материнская у него шикарнейшие тоже листья вообще его привозили из таиланда девушка живет в нашем городе я покупала у нее она мне показывала материнской там листья наверное больше двадцати сантиметров вот поэтому все зависит от ваших условий сколько вы дадите предоставить освещение ему насколько грунт будет вкусный удобрения но самое главное это свет и естественный свет лучше они переносит развиваются на естественно лучше чем на под подсветкой у него листочки плотные плотнее намного чем у других сортов предыдущих которые сейчас показала не прям такие темно-зеленые я сама здесь половину не вижу если честно мне отсвечивает потому что солнце вот отсюда светит где здесь часа не видно и получается прям мне в глаз в левой это этот же эпиприемном тайский дала мне эта девушка в подарок еще раз я у нее осенью покупал прошлый где-то в октябре или в ноябре растения и она мне сказалось хватить могу подарок положить я не отказалась здесь листья более крупные это он рос в ее условиях на самом деле у материнского растения намного крупнее листья я посадила его в отдельный горшок теперь у меня развелось этих рыбопремнумов очень много не знаю что я буду с ними делать но они мне в последнее время очень сильно нравится раньше они мне не нравились именно этого сорта подобие золотистого вот этих вот тайских а теперь прям безумно нравится когда они разрастаются если у них такая краска яркая желтизна желтизны много то получается ним неимоверная красота каскад из таких вот красивую щих листьев это что-то с чем-то далее вот такой красавица то снежной королевы или мраморной королева обалденные листочки после пересадки очень крупные листья наращивает она мне королевишна это перевела на естественное освещение недавно подвесила на подоконник над подоконником а до этого она у меня стояла долгое время под подсветкой вот как красиво на солнышке снимать а в темноте совсем все хмурое не такое некрасивое непонятное далее это марбл apple мраморное яблочко тоже нереально красивые листья окрас необычный почему-то он у меня растет медленно не знаю почему тоже перевела недавно естественное освещение возможно начнет расти лучше чем под лампой буду наблюдать так как совсем недавно перевела только на естественное освещение очень мне нравится этот сорт красавчик следующий паренек это стендапсус не он не ончик он у меня был большего размера немножко его подзалила в одно время пересадила недавно не заново растет пускай наращивать свою массу зеленую желтую лимонную и радует меня своей красотой что то здесь как тут солнце падает у него не так он не такой яркий смотрится я вообще половин конечно не вижу как я уже сказала вам потому что мне отсвечивает с левой стороны красавец эпипремном м джой жаловалась я на него жаловалась что он плохо растет у меня и в конце концов радует свою хозяйку вот говорит смотри жаловалась на меня начал наращивать шикарные листья густые стоит под лампы кстати у меня не на естественном освещении вот такой чудо цветок очень красивый такой набитый набивной на меня густой раньше был намного жиже и рос как-то медленнее в прошлом году я его пересадил он черенковала очень много черенков в один горшок посадила и вот с тех пор он мне наращивать такую красоту а так растение это у меня давно и все был жиденький жиденький очень медленно рос как-то стоял просто так горшочек цветком и практически не рос можно сказать потом я жаловалась жаловалась на него постоянно в обзорах что он не растет вот наверное повлияло что я еще начеренковала его на много череночков посадила все вместе в новый грунт но это было в прошлом году в этом году я его не пересаживала не знаю возможно не буду в этом году пересаживать может быть конечно в конце весны пересажу либо летом посмотрим пока он мне нравится и такой но грунт конечно новый никто не отменял растюшкам и последний красоту в моей коллекции это эпипремном пенатум не знала как я этот горшок поставить крутила вертела у меня какой-то несуразный нужно его сформировать надо бы на опору но не знаю на опору нужно будет уже на окно его поставить так как он сейчас стоит под лампой а на окно я его планирую давно поставить что-то с ним нужно сделать как-то его красиво сформировать сформировать и очень он мне светлые листочки белые гонят этот красивый лист зеленцой вот это практически белый скорее всего вот эта белизна потемнеет потом поэтому не нужны мне от него слишком светлые листья которые потом чернеют и обрезаются пускай лучше будет в перемешку с зелеными а так красавец конечно ничего не скажешь на этом буду заканчивать обзор своих эпипремномов всем желаю цветочного настроения солнечного прекрасного распрекраснейшего здоровья самое главное не болейте благополучия любви и до новых встреч пока пока и до новых встреч пока пока